Здравствуйте, уважаемые подписчики! Итак, срочные и абсурдные новости с официального сайта Rambler. Кремль отреагировал на наличие у Брилёва гражданства Великобритании. Итак, все мы знаем вот этого человека, вот эту физиономию, вот эту рожу, которая нахваливает нам ситуацию, экономическую ситуацию в России, и нахваливает нам действия нашего правительства, и говорит, как же плохо в Европе и в Соединенных Штатах, что Европа загнивается. И у этого вот человека, как он сам, наверное, думает, у него два гражданства. Гражданство России и Великобритании. То есть он перед нами поливает грязью Великобританию, и рассказывает, что она нам враг, а сам является гражданином Великобритании. То есть он давал присягу, обещал верности, уважение вот этой Великобритании. Итак, вернемся к статье. Кремлю непонятно шумиха вокруг наличия британского гражданства у журналиста Сергея Брилёва. Ну, на самом деле, понятное дело, что Кремлю это непонятно, из-за чего шумиха. Ведь в Кремле у всех есть двойное гражданство, либо Израиль, Европа, Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки. Это они нам рассказывают, что там все плохо, а сами они вывозят деньги, миллиарды в офшоры. У них там биллы, недвижимость, их дети учатся в Кембридже, в Оксфольде. А нам по экранам, по телевидению, они рассказывают, как замечательно здесь жить, какая у нас замечательная лучшая система здравоохранения, медицина и все остальное. При этом повышают и пенсионный возраст, и делают реформу здравоохранению, что приводит полностью к ликвидированию более 30% всех медицинских учреждений в России. Итак, к Кремлю непонятно шумиха вокруг наличия британского гражданства у журналиста Сергея Брилева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Кстати, у него тоже у сына английское гражданство, поэтому ему непонятно, и у него дети там учатся. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются, сказал Песков. Но на самом деле так и есть, он же просто пропагандист. Конечно, хотелось другое что-то сказать, но не будем. По его словам, оснований для критики и обвинений в адрес Сергея Брилева нет. Ранее глава фонда по борьбе с коррупцией ФБК Алексей Навальный рассказал, что ведущий программы «Вести» в субботу Сергей Брилев и его жена Ирина являются подданными Великобритании, и что на Ирину записана квартира 41 Headfield Court в Лондоне, которая была куплена 22 февраля 2016 года за 700 тысяч фунтов стерлингов. Скажите, пожалуйста, вот как можно, работая официально на зарплату, заработать 700 тысяч фунтов стерлингов? А на пенсионеров, значит, у него денег нет. Брилев подтвердил наличие второго гражданства и заявил, что никогда этого не скрывал. Нет, он этого не скрывал, но он нам рассказывает, как там все плохо. Итак, перейдем к следующей новости. Обязательно пишите свое мнение, может быть, я так воспринимаю все болезненно, может быть, не все так плохо. Брилев ответил на совет Познера по гражданству. Телеведущий Сергей Брилев прокомментировал предложение журналиста Владимира Путина. Так, еще раз, смотрите. Значит, новости с официального сайта Rambler. Прошу прощения, это не моя ошибка, это вот Rambler, как всегда напортачил. Читаем. Телеведущий Сергей Брилев прокомментировал предложение журналиста Владимира Путина. Должно быть Познера. Вот дебилы. Они даже не знают, что Владимир Путин, это не журналист, а президент Российской Федерации. Вот что пишет Rambler. Ну ладно, вернемся к статье. Телеведущий Сергей Брилев прокомментировал предложение журналиста Владимира, ну не Путина, а Познера, сдать одно из имеющихся у него гражданств, британское или российское, и определиться уже, какая родина родина, а какая родина уродина. Абсолютно справедливо, заметил Познер. На своей странице фейсбука Брилев назвал предложение Познера заметным. Обладатель гражданства Соединенных Штатов Америки, Франции и России Владимир Познер публично предложил мне сдать британский паспорт, откажавшись при этом сдавать свои. Занятно, написал Брилев. На самом деле у всех практически, ну не буду говорить у всех, но у большинства, у подавляющего большинства чиновников, депутатов и вот этих пропагандистов, у них у всех двойное гражданство. Значит, Лондон, Великобритания, соответственно, Израиль, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, а нам они лапшу вешают на уши, что там все загнивающие Европа, они нам враги, а сами все выводят, все деньги из бюджета туда. По словам Брилева, Познер проводит грань между собой журналистом и Брилевым, понимающим должность заместителя директора телеканала «Россия-1» по спецпроектам. Брилев объяснил, что данный статус позволяет ему заниматься производством собственных фильмов. Ведущий подробно объяснил, каким образом ему удалось получить британское гражданство и заявил, что, поездив по соединенному королевству, познав английское общество изнутри, он проникся к нему искренней симпатией, от которой он не собирается отказываться. То есть этот ублюдок, который нам рассказывает, что там все плохо, что они нам враги, он, значит, проникся к нашим врагам искренней симпатии. Так он должен как минимум определиться, кому он проникся симпатией – к нам, к своей родине или к нашим врагам. Это уже вызов обществу. Напомню, что ранее тележурналист Владимир Познер на сайте «Познер Онлайн» заявил, что сдал бы британское гражданство на месте Сергея Брилева, поскольку занимаемая им должность докладывает определенные требования. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, а мы перейдем к еще одной новости. То есть это действительно Навальный в этом плане молодец, то есть он все, открывает все, что скрывают от нас вот эти пропагандисты. Итак, Познер объяснил совет Брилеву отказаться от британского гражданства. Журналист Владимир Познер прокомментировал объяснение своего коллеги Сергея Брилева о том, как он получил британское гражданство. По словам Познера, опубликованных на сайте «Познер Онлайн» из объяснений Брилева, он так и не понял, как он получил гражданство Великобритании. На самом деле, действительно, нам интересно, как же он получил. А я вам скажу, как он получил. Он наворовал здесь народные российские деньги и вложил в бюджет Великобритании. Вот каким образом. Это самый легкий путь, как, собственно говоря, и поступают 99% членов нашего правительства, Российской Федерации. Итак, Познер написал, что предложил коллеге сдать второе гражданство, поскольку российское законодательство не позволяет иметь два гражданства лицам, занимающим руководящие посты в СМИ. Но это абсолютно правильно и абсолютно справедливо. Российское... Вот давайте вот еще раз вникнемся в предложение. Российское законодательство не позволяет иметь два гражданства лицам, занимающим руководящие посты в СМИ. А у этого вот человечка, руководящего должность СМИ, то есть он уже нарушает закон. Мало того, что он плюет в душу россиянам, так он еще нарушает закон. И куда смотрят правоохранительные органы, тоже неизвестно. Познер отметил, что было бы логично отказаться от британского паспорта, если Сергей Брилев дорожит своей должностью. При этом сдать паспорт не означает отказаться от симпатий к Великобритании, в которой признавался Брилев. Тоже молодец вот этот Познер, то, что он говорит, что пожалуйста, люби как хочешь или пусть там любят. Я не знаю, там может тебе английский, англичане нравятся, еще что-то. Это ваши личные интимные дела. Делайте, любите как хотите и в какие места хотите, но сдайте паспорт. Замечательно, отметил Познер. То есть ваша любовь там за грани, идите там и любите там. Познер заявил, что прочел объяснение Брилева с большим интересом и предложил ему написать автобиографию. И честно сказать, давайте подхватим, пожалуйста, давайте ставьте лайки, делитесь этим видео, нам всем интересно. Пусть напишет Брилев автобиографию. Вот этот пропагандист, который нам рассказывает, дует в уши, вешает лапшу на уши нашим с вами соотечественникам. А ведь ему верят. Самое вот страшное, что ему верят. Ранее Владимир Познер заявил, что сдал во британское гражданство на месте Сергея Брилева, поскольку занимаемая им должность заместителя директора телеканала «Россия-1» накладывает определенные требования. Журналист отметил, что сам имеет три гражданства, но не является руководителем и не собирается им становиться. Вы знаете, вот честно сказать, после этого я зауважал Познера. Правда. Вот это лично мое мнение. Я, конечно, всегда стараюсь не говорить свое мнение, потому что я предоставляю вам факты. Решение принимать вам, выводы делать только вам. Но это именно тот момент, когда я просто не могу сдержать свои эмоции. Молодец, Познер. И вам рекомендую написать свое мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. И давайте мы с вами почитаем несколько комментариев наших с вами соотечественников. Итак, Владимир Ильич пишет. А вдруг и у самого, ну, у главного патриота тоже несколько паспортов. Отчего все в его руках. Ужас. Не очень понятно, но в любом случае это понятно, что у всех таких вот этих несколько паспортов. Гектор Крудюмов пишет. Уф. Да, он кроме Брилева еще и Пескова приложил. Правильно, Песков тоже пусть пишет автобиографию. Владимир Ильич, привет патриота. Петр Ершов пишет. Ну, обманщик самый главный агент Запада. Он против России и русской культуры с момента своего появления на свет. Все, что он глаголит, сплошная западная пропаганда и провокация. В России он живет только потому, что ему платят бабки американские налогоплательщики. В Штатах ему работы нет. И сидеть ему в Штатах на социалке. При этом никто ему даже не позвонит и не скажет здрасте. Примере Березовский, Литвиненко, Скрипали и так далее. С вами абсолютно согласен, Петр. Но суть в том, что в данном случае, как мы видим, Познер это положительный герой. И вы нас не убедите. В данном конкретном случае. Андрей Монахов пишет. Забавно, Березовы теперь, видимо, в два раза громче будут к патриотизму призывать. У него случайно паспорта Израиля нет? Наверняка есть. А то, что на центральных каналах одно засилие богоизбранных наблюдается, и тоже все как один учат родину любить. Ну, богоизбранных имеется, но богоизбранные это одни, только израильтяне, соответственно. Но израильтяне тоже в Израиле живут и палестинцы, и евреи. Но богоизбранные это евреи. Как они сами себя называют. Лена Ефимова пишет. Познер, по крайней мере, не пропагандист. И не нахваливает нашу действительность. Абсолютно верно, Леночка. Валера Чувакин пишет. Все они политические проститутки. В шее Брилевых абсолютно справедливо поддерживаю. Познер тоже пускай сдает паспорт. А лучше пускай уезжает. Ну, как раз таки Познер, во-первых, он не пропагандист. Он как раз таки в какой-то мере степени даже критик. Поэтому критики, они должны быть, конечно, в рамках дозволенного. А в данном случае как раз таки это все дозволено. И в рамках действующего законодательства. Мало того, он наоборот подчеркнул, что Брилев нарушает закон. То, что он занимаемая должность, не позволяет ему иметь двойное гражданство. Атаман Унгерн пишет. Непонятно, почему на российском ТВ столько моржей. Что у нас другого народу нет? Ну, на самом деле, было бы очень приятно, если бы вот такого рода видео или какие-то разборки, или какие-то программы показывали бы по телевидению. Потому что очень много наших с вами соотечественников действительно верят вот такого рода пропагандистам. Пожалуйста, поэтому делитесь этим видео, чтобы как можно больше наших с вами соотечественников осознали, что же на самом деле творится в России, и что творят члены правительства, депутаты и такого рода пропагандисты. На этом на сегодня все. Всего доброго и дай вам Бог здоровья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok